Зарница – детская игра по взрослым правилам. В минувшие выходные десятки команд со всего региона сразились на поле боя за звание сильнейших. В этом году на игре представлены команды 29 военно-патриотических клубов и общеобразовательных учреждений Ивановской области. Общее количество участников около 280 человек. Зарница для участников – событие знаковое. В его организации – союзу детских объединений ежегодно помогают военнослужащие 98-й гвардейской дивизии и Северного аэродрома. Поэтому и сами участники готовятся к военной игре ответственно. С года в год мы готовимся. Заранее, специально за месяц, за два. Чтобы подготовиться к этому, сосредоточен. Тренер у нас постоянно готовит. Постоянно твердит нам, что это надо делать, что должны быть первыми. Не подкачать мы тоже не хотим своего тренера. Чтобы он подводил, подводить его не хотим. Помимо традиционных испытаний, таких как стрельба и разборка-сборка автомата, организаторы ежегодно придумывают для ребят что-то новенькое, захватывающее. В этом году такой изюминкой стал этап «Поиск диверсанта». По сигналу судей команды бегут в лес. У каждой свой маршрут, по которому и нужно найти и обезвредить вражеские растяжки и группу диверсантов, при этом не пострадав самим. Этап оценивается по времени, затраченному на выполнение всех заданий. На данном этапе им нужно обнаружить растяжки и группу диверсантов. Если они попадаются на растяжки, у них штрафное время 30 секунд. Если попадаются на группу диверсантов и уничтожены, то получают минуту. Если они обнаружили то и другое, то у них к времени будут бонусы. Отыскать диверсантов и не подорваться на растяжках оказалось не самой простой задачей. Огонь! Такие спецэффекты удивили всех, без исключения участников. Простое, на первый взгляд, задание превратилось в увлекательную игру. Плутали, нашли растяжку. Один из команды заметил диверсантов и они открыли огонь. Для первого раза было неплохо, собственно говоря. Так, здесь первый раз. Впечатление море. Все понравилось. Спасибо организаторам. Немногие команды пришли к финишу победителями. Но яркие эмоции и заряд адреналина получили абсолютно все участники. Сожалели ребята только о том, что не успели сполна насладиться военной романтикой. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.